Это метизно-металлургический завод. Вид из центральной проходной. Ненаглядная агитация. Ярчайшее свидетельство того, что происходит на заводе. Мы далеки от мысли утверждать, что в развале предприятия виновно его нынешнее руководство. Ведь при этом же самом руководстве, в течение без малого 20 лет завод был лучшим в отрасли. За его продукцией стояли в очереди гиганты советской индустрии. Всеобщий развал по принципу домино сдетонировал настолько сильно, что метиска, как зовут любовно предприятия в народе, оказалась даже не на коленях, а на боку. Работа порой бывает, порой нет, но собственно того, что даже работаешь, зарплаты все равно нет. За октябрь еще не давали. И когда будет нам, я говорю, нам все равно, кто будет директор. Нам лишь бы зарплату давали. Каждый день нам нервы мотают. Вот завтра, послезавтра к 20-м, 23-м. Ну сколько можно? Сколько можно жить так? Мне кажется, положение не исправится на заводе, на нашем. Кого бы не выбрали. А в стране? А в стране, тем более. Сейчас, я считаю, что это уже дальше разваливать производство просто некуда. Оно полностью развалено. Цеха же практически не работает, выпуск продукции. Если, может быть, там 10% идет. Во-первых, вообще, ну как, рабочие, рабочие сейчас, это ничто. Если раньше рабочие-то звучало гордо, может быть, это слова такие высокопарные, то сейчас рабочие-то просто быдло. Ничуть не высокопарные, нормальные слова. Ну нормальные, да, они были нормальные слова, понимаете? И люди рабочие были нормальными людьми, людьми. А сейчас рабочие – это быдло. Вот к нам такое отношение и со стороны руководства. Не вина, а беда метизников в том, что именно в этих сложнейших условиях появилась чисто возрастная необходимость смены руководства. Коней придется менять. Менять на переправе, когда слаженность и согласованность нужны абсолютные. И вот тут, при наведении мостов через бурлящий поток, возник конфликт. В самый неподходящий момент. На завод, метизно-металлургический завод, я пришел 26 лет назад. Добрую половину из них проработал главным инженером, первым заместителем генерального директора. Ну а исполнял обязанности постоянно за эти вот еще 12-13 лет в отсутствие генерального директора. И долго он отсутствовал? Ну, так сложилась судьба, что в начале первой половины 94-го года Григорий Васильевич Бухинек тяжело заболел. И вот с апреля месяца 94-го года по настоящее время он часто болеет. На заводе бывает редко. А что послужило плетиной и вольними? Да, действительно, меня уволили с завода 5 октября 1995-го года. Но можно говорить, что это для меня было неожиданностью, так как, вроде я сказал, долго проработал и достаточно пользовался большим авторитетом среди рабочих, трудящихся, да, и среди руководителей других предприятий города, области. Но, с другой стороны, может быть, для меня это и не было неожиданностью. Я, например, считаю, что уволили меня только с единственной целью отстранить от выборов генерального директора на очередном собрании акционеров, которое состоится 15 марта 1996-го года. Уволили в то время, когда генеральный директор заявил о своей отставке. Какое нынче положение завода? Положение, конечно, сегодня, ну, как сказать, мягкое. На боку завод лежит. Значит, с ноября месяца практически по нынешний день завод практически не работает. Он сегодня производит продукцию ровно сколько, сколько еще совсем недавно производил, в месяц производит сколько, сколько недавно производил, ну, в сутки. А у вас есть программа вывода завода из кризиса? Ну, безусловно, я собираюсь вернуться на завод и написал заявку, как того требует закон об акционерных обществах, который вступил с 1 января 1996-го года. Учитывая, что я сегодня на заводе не работаю, и мне, так сказать, определенные трудности есть на собрании этого результата, конечно, я разработал достаточно емкую программу. Старался подключить к разработке этой программы самых лучших специалистов в городе. Такая программа есть. Я хорошо отдаю себе отчет о том, что хоть предвыборная агитация у нас не запрещена, но у меня есть свой, чисто внутренний контролер. И мы решили встать с камерой у проходной и просто задать рабочим только один вопрос. Кто, на их взгляд, способен вывести завод из прорыва и почему? Мы на стороне хорошего человека, который будет... Кто поднимет завод и деньги выплатит. А фамилию назвать нельзя и персонально? Почему? Мы можем сказать. Мы, например, Заверемейнка. Он и сделает, и металл будет, и работа будет, и рабочий будет. А некоторые обещают такое. Да, такое обещают, что даже и рабочий сократит. Такой завод сократят не нужно. Никто, ни гвозди, ничего не надо показывать в нашей стране. Если у вас есть пара секунд. Вот у вас скоро выборы директора, я слышал, завода. На чьей стороне вы? Прямо, можно говорить, или косвенно? Я, например, Заверемейнка. Мы тоже... То же самое. Да, он должен заступиться как-то... Да, и за завод, и за людей, и с прорыва вести. Это одно. И второе, не побывав директоров, он не попадет в министерство еще. Ну, это я так говорю... Президенты, да? Ну, почему бы и нет, вы же не закинули. Ну, каждый солдат мечтает быть генералом-то. Заверемейнка. А вы? Да, то же самое. Почему? Ну, потому что он давно работает, он все производство знает. Прекрасно. Мерс, связи и прочее. И связи у него больше здесь, чем у Некрасова. Как человек, у тебя плохой характер такой, ну, все тут очень подходит. У нас этот второй директор. Долгожители? Да, долгожители, да. А вот нынешние претенденты, чем вам, нравится или не нравится? Ну, почему? Есть претенденты здесь, что и можно поставить, так их не знаю, поставят или нет. А кто это? Ну, по-моему, и Веремейнка неплохой был бы. Он как хозяйственник, он строгий такой мужчина. Разбирается в технике, разбирается в людях. В людях, главное в людях. И с людьми может поговорить, контакт. Ну, и под занавес сюжета несколько авторитетных мнений. И начнем по старшинству. Четырехтысячный коллектив, первичная организация нашей ветеранской, однозначно высказывает свою поддержку кандидатуру за Веремейнка Владимира Васильевича. Я давно знаю, уже больше 25 лет Веремейнка, и знаю, что это человек, который способен работать на консолидацию сил. Не на то, чтобы там устраивать какие-то раздрайи, разборки, кто хороший, а кто плохой. А именно на то, чтобы сосредоточиться на самом предмете, на деле, на проблемах, которые есть перед заводом. И организовать вокруг решения этих проблем какую-то целенаправленную работу. Я его так хорошо знаю, профессиональный путь. Знаю, что как прекрасный главный инженер, технарь, преданный своему заводу. Человек, хорошо знающий вообще технологию, оборудование, производство, организацию производства. Вот что я могу о нем сказать. Магнитогорский медкомбинат в своей стратегии имеет четкую линию и проводит ее в жизнь. Это глубокая переработка металла. В том числе через метизно-металлургический завод и в том числе через калибровочный завод. Надо более грамотно работать на рынке, то есть надо завоевывать места на рынке. Это да. Для этого надо учиться, для этого надо поднимать квалификацию, для этого надо иметь вообще управление соответствующее. Вот суть вопроса. Я думаю, что если говорить о Еременко, о котором мы с вами сегодня поговорили, я так считаю, что в принципиальном состоянии справиться будет с поставленными такими задачами. А Магнитогорский медкомбинат тоже ведь выставляет эти задачи. Потому что Магнитогорскому медкомбинату нужно, чтобы его металл черный перерабатывался здесь, на магнитке, и отгружался уже в изделиях.